Доброе утро, друзья, еще раз всем тем, кто сейчас только что к нам присоединился. Мы очень рады видеть вас вместе с нами, друзья. Но, конечно, вместе с нами теперь не только мы, но и наша прекрасная, очаровательная гостья. Вместе с нами в эту студию пришла. Нашу очаровательную гостью зовут Златослава Коваль, она организатор проекта «Эко-соседи». И, конечно, самый первый логичный вопрос, который хочется задать. Расскажите, что это за проект и в чем его суть? Доброе утро, во-первых. Доброе, доброе. Здравствуйте, очень рада быть здесь, общаться с такими солнечными людьми. Да, я представляю проект «Эко-соседи», являюсь его координатором. Это проект, как следует из названия, он посвящен экологии, посвящен раздельному сбору отходов в торсырья. Многие кировчане знают, что в Кирове есть такой проект «Вятка без мусора». Вы, наверное, тоже слышали. Да, конечно. Он такой достаточно известный. Собственно, «Эко-соседи» — это дочерний проект «Вятки без мусора». То есть это те же самые организаторы, автор проекта Анастасия Скурихина. И, собственно, как появился проект «Эко-соседи», он вырос, так сказать, из потребностей людей. То есть если «Вятка без мусора» начиналась как такой проект сначала с маленькой группки, то есть объединились «Эко-активисты», которые хотели что-то делать с отходами, понимали, что выбрасывать просто их на полигон уже не вариант. Это как бы 4,5 года назад начиналось вот именно с маленькой такой инициативной группки. Со временем это выросло уже в большие акции, куда вот приходят уже тысячи людей. В мае прошлого года это было уже больше двух тысяч людей, то есть была огромная акция. И практика показала, что проведение акции — это, конечно, хорошо, но это уже какой-то другой формат требовался, уже переросли эти акции. И параллельно с этим участники, сами вот люди, которые привозят торсырье, стали тоже предлагать какие-то мысли, задавать вопросы о том, что «а давайте придумаем вот что-то еще, да, чтобы не нужно было через весь город торсырье в этих баулах, в мешках тащить куда-то в одно место раз в месяц». И вот Анастасия Скурихина, она посидела, подумала, и к ней пришла в голову идея этого проекта. Шикарная идея. Да, она подумала, что действительно, ведь во всех цивилизованных, развитых странах уже нормой считается, что люди дома сортируют, куда-то в контейнеры складывают или еще как-то, и приезжают просто машины, все это забирают, и никуда не нужно ехать. И она решила, что если как бы власти не торопятся помогать людям с этим вопросом, то почему бы самим не начать, и придумала этот проект. И вот, собственно, суть его в том, что люди объединяются, жильцы многоквартирных домов, начинали мы с домов многоквартирных, объединяются, чтобы у себя в доме сортировать вторсырье, ну, определенные фракции, у нас сейчас четыре фракции в проекте. Какие? Давайте сразу. Да, это макулатура, пэт-бутылки из-под напитков, жестяная тара, консервные банки, крышки, вот это все, и алюминиевая тара. То есть четыре фракции. Тут, конечно, логичен сразу вопрос, почему только эти фракции, почему мы не ввели все сразу, чтобы все сдавать и меньше было. Это, конечно, самый популярный вопрос. Вот, я, наверное, сейчас все за вас буду, вопросы еще задам. Так, так, это уж очень хорошо. Да, вот, тут, конечно, причин несколько, потому что, ну, во-первых, самая, наверное, такая основная, да, опять же, возвращаясь к сути проекта, в чем польза этого проекта, мы хотим показать людям, что сортировать не страшно, что это вообще хорошо, несложно, легко этому научиться, и чтобы люди, как бы, вот уже не отдельные активисты этим занимались, да, а чтобы люди в массе, в своей, чтобы уже, как бы, ушла идея в массу, и люди понимали, что это уже не какая-то блажь, там, или заскок чей-то, да, а это уже, как бы, ну, необходимость нашего дня насущная, к чему уже давно нужно было, на самом деле, приступить. Потому что полигон, мы знаем, переполнен вообще, ситуация, да, с экологией такая, не очень красивая. Вот, и суть проекта в том, чтобы, соответственно, больше людей к этому привлечь, и чтобы к тому моменту, когда на государственном уровне, да, мы надеемся, это все-таки, да, когда-то будет воплощено, рано или поздно, это, ну, мы не избежим этого никак, вот, чтобы к этому моменту люди пришли уже подготовленные, уже им было более-менее понятно, что нужно делать, чтобы они к этому приучались. Соответственно, вот роль проекта в этом, он поэтому у нас, как бы, да, и временный, чтобы вот людям помочь разобраться, научить, а дальше уже, чтобы они в свободное плавание пускались. И, да, по поводу фракций. Так. Значит, если новичкам, вот есть же люди, которые разбираются в сортировке, а в основном-то люди, ну, есть еще те, которые совершенно об этом не думают, для них это вообще как какой-то другой мир, и если им сказать сразу, вы знаете, вот есть вообще около 20, там, 17 фракций, да, и давайте вот сортировать. Этот пакетик, там, четверочка пластик, этот пятерочка, это... Нет, это, наверное, без согласия. То есть люди, если им сразу в лоб вот все это вывалить, всю эту информацию, они, как правило, пугаются. Пум-пум, скажут. Фракции за голову скажут, вы что вообще, зачем мне это надо, в общем, какой-то лишний, там, да, напряг в жизни, то есть и так напрягов полно, а тут мы еще должны думать, куда вот эти пакетики расскажут. То есть как бы сразу начинать с этого не вариант, вот, поэтому мы выбрали те фракции, которые, во-первых, с ними, они не пугают, это легко их собирать, да, то есть все понимают, что макулатура, это вот она вот так выглядит, что PET-бутылки, это PET-бутылки, это не, там, не 150 видов пакетиков, да, вот. Ну и, соответственно, алюминий и жесть тоже довольно легко разобраться, особенно если магнит есть под рукой, магнитик положил. Вот только это с помощью магнита лучше понимать, или как-то вот можно уже привыкнуть? Нет, можно, конечно, в основном это понятно сразу, то есть обычно смотришь, вот это же стенная банка, это алюминиевая, да, но если возникают какие-то вопросы, там можно помагнитить, жесть магнитится, алюминий не магнитится. Хорошо, куда это все потом? То есть вот я, как обычный человек, да, я на самом деле так делаю, честно скажу, вот, но я долгое время, я просто не понимал, зачем я это делаю, ну, то есть я видел, да, там, особенно в другие города, если часто приезжаешь, то там всегда видно, там стоит вот такой контейнер, зеленый, красный, синий, там, и, там, допустим, желтый, вот, чаще всего эти цвета, вот, и люди туда складывают, вот, но большинство, я уверен, что они понимают, куда потом это девайс, что с этим делают. Да, то есть смотрите, у нас, значит, как все обстоит, есть компания Коммерс, с которой мы сотрудничаем, это наш коммерческий партнер, наш заготовитель, с ним уже давно сотрудничает «Вятка без мусора», то есть это проверенный человек, он фактически был единственным, кто готов был, то есть он разделяет эту идею, что давайте выбрасывать меньше, и как бы там сложно не было, да, все это куда-то пристраивать, по каким-то заводам куда-то отправлять, все равно давайте собирать по максимуму. Вот он на это пошел, и, собственно, с ним вот сотрудничество продолжается. И что касается экососедей, тоже та же самая организация с нами сотрудничает, то есть они приезжают, забирают накопленное вторсырье и увозят сначала к себе на склад, потом это копится до каких-то партий больших, которые уже можно отвозить на разные заводы, тоже там все непросто, это все в разных регионах находится, то есть какой-то вид сырья туда, какой-то туда. И потом перерабатывают, насколько я понимаю. Да, и перерабатывается. И тут в чем еще такой момент с пакетами, например, если бы собирались пакеты, они же очень легкие, после присловки они вообще практически не занимают места, ничего не весят, а с остальными фракциям проще, их можно быстрее накопить, их более охотно берут, заводы на переработку, и они более, так скажем, более-менее оплачиваются. То есть какие-то еще... Да, вот еще момент, что суть проекта, мало того, что объединить людей в делании общих дел полезных, тут еще есть возможность объединиться и как-то благоустроить преддомовую территорию, например. То есть накопленные отдачи в торсырье финансы можно потратить на что-то благое, то есть как-то вместе, опять же, объединившись, сделать там, посадить какую-нибудь кустарничку, или что-то покрасить, или там скамеечку какую-то. То есть сделать что-то такое, что вот визуально будет понятно, что люди все вместе потрудились, накопили это в торсырье, сдали и сделали что-то хорошее. Есть ли уже у нас в городе вот такие вот дома, которые вот с этим справились, накопили, сдали, получили финансы и что-то сделали у дома? Пока у нас накопление идет, мы только разгоняемся, и проект он вообще до конца этого года будет длиться. Но активная такая фаза, вот именно сбора сдачи в торсырье, у нас заявлена до конца сентября. То есть потом в октябре, в ноябре мы уже подводим итоги, смотрим статистику и будем проводить какое-то мероприятие еще в конце, объединяющее какой-то праздник, где мы будем чествовать наиболее активных участников. Вот это круто! Да, мы будем разыгрывать еще призы. Здесь понятно, что это не самоцель, но это такой приятный бонус, который может быть кого-то простимулирует, ну и вообще приятно. А как вот многоквартирные дома к вам вступают в проект? Как вы выбираете как-то какой-то определенный дом, где большое количество квартир или они сами вас находят? Нет, самое главное требование, что это в Кирове, во-первых, то есть еще иногда бывают желающие где-то из области, но, к сожалению, только вот в Кирове этот проект реализуется, там по ряду причин. А так вот особых требований никаких нет, потому что в целом вообще, конечно, возникают проблемы, то есть мы столкнулись с тем, что людей сложно раскачать, да, то есть люди когда слышат, что ведь как проект выглядит, не то, что мы приехали, там установили контейнер, мы контейнер, кстати, не устанавливаем, мы используем, вернее, люди у себя дома используют общее домовое имущество, то есть какое-то свободное, там, допустим, мусорокамера не используется, да, там заваренный стоит, ее можно открыть, там, подмести и, собственно, складировать, там, вторсырье. То есть нужно какое-то помещение в доме с контейнерами, там не так все просто. То есть, во-первых, ну, мы их не предоставляем, да, у нас нет на них денег, и, соответственно, люди тоже сталкиваются с проблемами, что это все дорого, там, ну, в общем, много вопросов. Ну, а все что оказать поддержку вы можете? Ну, то есть рассказать, где это все... Мы поддерживаем, прежде всего, информационную. Да, вот я про это говорю. То есть мы, конечно, мы отвечаем на вопросы, всем рассказываем, да, что сдавать, как сдавать, какие есть исключения, как это все подготавливают. То есть мы всегда на связи, вот, готовы помочь. Мы проводим собрание. То есть прежде чем дом начинает участие в проекте, проводятся собрания, когда спускаются, да, все жильцы заинтересованы, мы приезжаем. Это уже следующий вопрос. Златослава, как нам попасть туда? Вот, например, я живу, не буду говорить по какому адресу, но, в общем, живу в одном из домов нашего города. У нас есть сайт и группа ВКонтакте, не знаю, можно об этом говорить? Да, конечно. Вот, да, у нас есть сайт экососедии.рф, где есть вся информация, образцы документов, там наши контакты. То есть можно все изучить, прочитать, позвонить, написать. И группа ВКонтакте тоже называется «Экососеди». То есть в нее можно зайти, там тоже, и можно и сообщения нам написать, мы оперативно реагируем, и с другими инициаторами пообщаться. Кстати, у нас есть чат. Вот кому сложно, допустим, одному начинать, да, человек может нам написать, мы добавляем в чат, где он задает тоже вопросы, ему другие участники отвечают, что-то советуют. То есть все решаемо, и вот я хочу, пользуясь случаем, обратиться, что вот у нас заявок было достаточно много, и сейчас они продолжают поступать, больше 170 заявок уже. И мы, конечно, надеялись, что будет более активная какая-то отдача, но по факту часто сталкиваемся с тем, что, конечно, есть инициативные люди, которые понимают, что если они не потрудятся, то никто это не сделает. Но часть людей думает, что вот они подали заявку, и, собственно, все. То есть мы приедем, все остальное сделаем. По факту не так, то есть нас всего в команде трое человек. Понятно, что мы не можем приезжать и вместо инициативных людей общаться с жильцами. То есть наша задача помочь, стартануть, все объяснить, показать, и вот предоставить потом вывоз, да, вот это все. А задача вот именно куратора, то есть от каждого дома, нужно что, по сути, помещение, где можно будет временно хранить вторсырье, недолго, да, многие боятся, что там это все будет лежать, там чуть ли не годами. То есть нет, это довольно быстро накапливается, машина все увозит. Вот, и как бы, вот еще, кстати, сухое чистое вторсырье. Многие боятся, что будет антисанитария. У нас по условиям проекта все вторсырье принимается чистое. То есть если это баночка, грубо говоря, из-под кукурузы какой-нибудь, там это все вымываются пищевые остатки, сушится, то есть как обычно люди посуду моют, да, грязное вторсырье просто не принимается. Поэтому все чисто, все культурно. Вот, и что-то я мусуль потеряла, о чем я говорила. Слушайте, а давайте... А, про заявки, да? Да, все верно. И, соответственно, подавая заявку, человек должен знать, что вот есть помещение, которое он может использовать, и он сам готов дальше, да, вот это все... Контролировать. Да, контролировать, общаться с жильцами, что-то им объяснять, потому что мы, как организаторы, да, мы контактируем с представителем дома, вот кто заявитель, да, кто подал заявку. А дальше он уже сам должен работать. Конечно, опять же, с нашей помощью, но в основном, конечно, работа его. Проводить сборы, там, открывать это помещение раз в неделю, или там раз в две недели. Но, по сути, это не так сложно, это достаточно легко. То есть схема вообще простая. Главное проявлять инициативу, как и везде в жизни, я думаю, чтобы сделать что-то к лучшему. Златослава, у меня еще такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, очень много энергии тратится для того, чтобы работать со всеми этими огромным просто количеством людей, целый пласт, я бы, да, сказал уже, 170 домов, вот только заявки, говорите, подали. Делаете ли вы утренную физическую зарядку, чтобы быть бодрой? Вы знаете, к сожалению, зарядку я не делаю. Как это, как бы, ну, в общем, да. Но зато я много гуляю, и как раз вот у нас есть такие планы. Мы хотели бы пригласить наших участников в проект «Экососеди» и действующих, и тех, кто еще только готов к нам присоединиться. Завтра, во вторник, 31 марта, мы решили прогуляться, то есть будут организаторы проекта «Экососеди», и все желающие могут к нам присоединиться в парке, в Александровском саду. Мы собираемся в 2 часа дня у памятника Александру Грину. И просто дальше все собираемся, идем по набережной, может быть, какой-то даже мусор, да, собираем, знакомимся, рассказываем о проекте. Ну, в общем, такая приятная вот прогулочка совместная. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, кто хочет узнать побольше о проекте, и вообще прогуляться, пообщаться, приходите. Завтра будем ждать. Ну что ж, отлично, отлично, друзья, приглашение. Поэтому, если вы завтра не знаете, чем себя занять в 14.00, то у вас есть отличный шанс вместе с проектом «Экососеди» сделать не только, как говорится, добро, но и чистоту еще в городе навести. Поэтому приходите обязательно. Ну, а помимо всего этого, как мы уже только что выяснили, зарядку нужно делать всегда, чтобы быть бодрым и заряженным на весь день. Поэтому прямо сейчас смотрим и заряжаемся.